здравствуйте приветствую вас на канале трико бум сегодня мы будем набирать петли традиционным исландским способом он очень старинный относится еще к девятнадцатому веку может быть даже раньше край этот отличается от обычного наборного края тем что он очень хорошо держит резинку внизу то есть край не очень эластичный что для рабочих свитеров тогда это было очень важно и второе он выглядит довольно симпатично потому что получается из таких узелков как будто бы край у нас набран с маленькими петельками пико как набираются петли этим способом и сейчас рассмотрим берем край нити и отмеряем столько сколько в два в три раза больше ширины вашего будущего изделия и начинаем вот так отмерять затем складываем эту нить вдвое и вот этот отрезок который у нас получается из двойной нити он вот и должен быть в два три раза длиннее чем ширина вашего изделия и так сложили нить пополам теперь нам нужно закрепить ее на спицы делаем скользящий узел заводим под сюда наши спицы и затягиваем узел на спицах у нас на спицы получилось вот такое скопление нитей и сейчас нужно разобраться куда какая нить идет вот этот самый короткий конец нити мы его вот так зажимаем правой рукой прижав к спицам дальше одиночная нить у нас идет на указательный палец а вот эта двойная нить на большой это нить идет клубку а это нам нужно для набора теперь делаем первую пару петель так как этот набор дает нам пару петель за один прием сначала делаем накид одинарной нитью теперь этот палец нужно обернуть дважды вот так пропустив под нитью первый раз и второй мы получаем вот такие два витка заводим под них нашу спицу и вытягиваем сюда рабочую нить теперь можно сбросить и затянуть и вот у нас сейчас уже четыре петли две которые у нас получились от скользящего узла и вот эти две которые мы с вами сейчас сделали повторяем еще раз сначала накид теперь обернули вот так двумя витками большой палец заводим под эти витки спицы и вытягиваем сюда рабочую нить затягиваем вот мы с вами уже получили 4 петли не считая скользящего узла и вот эта петля которая крайняя левая она с узелком а это она как бы прячется за этими двумя нитями и и не видно вот снова узелок и снова спрятавшиеся петля это накиды а с узелками это петля которую мы получаем при наборе продолжаем набор петель и так накид теперь два витка на большом пальце заводим сюда спицы и вытягиваем в полученную петлю рабочую нить снова накид два витка заводим под них спицу вытягиваем нить сюда затянули накид два витка и готова новая пара петель конечно этот набор быстрым не назовешь но он получается таким вот очень интересным необычным наберем так еще несколько петель а затем рассмотрим как провязывать такие петли вот эти узелки очень хорошо просматриваются вот они идут и с этой стороны тоже мы видим как наши петли располагаются по парам вот если вот так поправить узелки сюда разместить то очень хорошо просматривается каждая пара петель край получается тонким с такими узелками на каждой второй петли и мы получаем четное количество петель вытягиваем эту спицу и начинаем провязывать петли они у нас выглядят вот таким образом одну петлю мы видим полностью а вторая прячется за узелком как их провязывать первая петля у нас провязывается лицевой 2 вот это длинная изнаночной то которая прячется мы провязываем ее лицевой а вот это которая здесь вся показана провязываем ее изнаночной и так все петли последняя пара петель которую мы набирали у нас остался вот этот узел что делать с ним сейчас у нас четное количество петель если вы хотите чтобы у вас было нечетно то его можно провязать по рисунку вот например лицевой петлей и тогда у меня добавляется еще одна дополнительная петля если я хочу сохранить четное количество и считала эти две петли при наборе тогда мы их провязываем по рисунку я закончила сейчас изнаночной значит здесь у нас лицевая например а это изнаночная то есть либо провязываем 2 вместе либо каждую по одной и получаем тогда нечетное и четное количество можно и чаще всего делают так ее просто сбрасываются спицы и оставляют не провязывая и у нас в работу идут только те петли которые мы с вами набирали вот этим исландским способом теперь когда мы развернемся на эту сторону этот конец у нас здесь висит мы на него не обращаем внимание и провязываем нашу резинку дальше уже петли у нас провязаны мы соблюдаем их рисунок то есть лицевые провязываем лицевыми а изнаночные изнаночными провязали уже два ряда эти вот узелки посмотрите у нас получается как будто бы нитка вот так идет прямо а на ней завязаны вот эти узелочки и здесь также с этой стороны та же самая картинка мы видим вот эту нить которая идет прямо по низу изделия и узелочки и если вы хотите например вязать резинку не один к одному а два на два тогда советуют набирать петель на 10 процентов меньше чем вы хотите потом использовать уже в самом изделии количество петель должно быть кратно четырем если мы вяжем вот такой резинкой один к одному тогда количество петель должно быть кратно двум если хотите можно набрать еще кромочные на этом я свое видео заканчиваю подписывайтесь на мой канал нажимайте на колокольчик чтобы получать оповещение каждом новом видео оставляйте свои комментарии всего вам доброго до свидания